Здравствуйте, меня зовут Любовь. Я сегодня с вами просто хочу поболтать о том, что приходит в голову, о том, что меня взволновало сегодня и так далее. Набросала себе список, чтобы не забыть. Но, к сожалению, Линда забыла надеть, поэтому плохо вижу. Но окей. Значит, я поехала сегодня в один из ближайших приличных магазинов, чтобы купить для своего любимого человека подарок на день рождения и кое-что, чтобы мне показалось интересным на сегодняшний 14 февраля. Вообще у нас отношения хорошие. Три раза через левое плечо. Но как-то у нас было не очень принято отмечать это 14 февраля и 8 марта. И средств особенно не было никогда. Последние пару лет я как-то думаю, ну, почему бы не сделать приятное. Вот он сейчас вернется из очередного своего тяжелого рабочего дня. И у него будет что-то очень милое и такое небольшое, хорошенькое. Я вам покажу, наверное, что именно. И так как у меня больше нет машины, общественный транспорт я не люблю, у меня травма детства. По поводу этой травмы детства я вам говорила уже, может быть, еще как-нибудь расскажу. Наверное, где-то я это упоминала. В общем, не люблю я. Это никак не связано там ни с психическими, паническими атаками. Но, тем не менее, если у меня есть возможность, я на общественном транспорте не езжу. И до этого магазина на нем ехать не очень удобно. Я заказываю такси. Я что вообще заметила? Когда ты пользуешься каким-то сервисом раз в полгода, гораздо больше вероятности, что все будет нормально. Ты приедешь, уедешь, тебе не нахамят, ничего не случится. И забудешь об этом, и подумаешь, ой, какой хороший сервис. Так же и с магазинами, в которые ты ходишь и так далее. А как только ты начинаешь с регулярностью ходить в парфюмерные сети, пользоваться такси, ходить в спортклуб по абонементу каждую неделю, выясняется, что гораздо больше вероятности нарваться на что-то неприятное. И вот я вызываю Uber. Вы знаете, с ними было все очень неплохо, пока не произошло слияние с Яндекс.Такси. И теперь Яндекс.Такси, видимо, было гораздо больше, чем Uber в Москве. И теперь очень часто приезжает машина, которая вся обклеена Яндекс.Такси, Яндекс.Такси, вот этими вот словами, приезжает он в качестве Uber. Я вам что хочу сказать. Еще до того, как я ими стала пользоваться, этим Uber, я, конечно, много читала. Я такой премудрый пискарь, я много всякой информации сначала ищу. Читала я в этом сообществе Facebook, где все люди жалуются, спасите, помогите, меня обидели. Я даже туда тоже как-то что-то писала. И что сказать, что сказать и сказать можно, что... Я осведомлена была о том, что вот этот самый дешевый тариф, что в Яндексе, что в Uber, я не знаю, как они в Яндексе называются, я через Uber приложение заказываю. Там есть три тарифа, есть просто Uber, есть UberX и есть UberBlack. Когда я очень редко пользовалась такси, я пользовалась UberBlack, потому что там приезжали очень хорошие, красивые машины. Это были Мерседесы, чистые, с водителями, наряженными в костюмы. Но даже там были какие-то не очень приятные моменты, но, в общем, такие, на которые можно было глаза закрыть. Но это очень дорого. Это очень дорого. То есть, если обычный Uber, до того магазина, до которого я ехала, а ехать 11 километров всего, стоил там что-то 250 рублей, UberX стоит 350-400, в зависимости от загруженности дороги, а UberBlack стоил бы около 900-800 рублей. И, в общем, часто я в последнее время пользуюсь этими Uber'ами, езжу я на X. Почему на X? Потому что вот этот Uber обычный, как и обычный Яндекс, обычные самые дешевые тарифы, там полный трэш происходит. Водители не останавливаются там, где ты им точку поставила. Они, ну, вплоть до того, что посередине МКАДа высаживают пассажира, просто выбрасывают из машины. Я помню, я такое читала от одного известного режиссера здесь, театрального. Он сказал, что он в месяц на Uber тратит около 50 тысяч рублей. И вот случилась сегодня такая ситуация, не сегодня, а когда-то у него такая ситуация произошла, в конце прошлого года вроде бы, что водитель был чем-то очень недоволен, высадил его мать с его ребенком посередине МКАДа со словами «уматывайте отсюда нахер». И вот и они остались нахерном МКАДе стоять, одни одинокие. Почему так происходит? Почему? Что случилось? Говорят все о том, что сервис так испортился, потому что, к сожалению, Uber пришел на рынок, Яндекс пришел на рынок, вот эти вот такси с их приложениями пришли на рынок, и они очень понизили все цены. Цены такие, что ты ничего, водитель, особенно этого обычного тарифа на Kia Rio ничего не зарабатывает практически. Чтобы хоть как-то заработать, ему надо работать 12 часов бесконечно и так далее, и так далее. То есть их надо пожалеть, этих таксистов, получается как бы. Они работают на износ. Очень много случаев, когда эти машины попадают в аварию в связи с тем, что водитель работал на износ и уснул за рулем. Uber, Яндекс, все эти приложения, агрегаторы, они только действительно работают как агрегаторы, и они не несут ни за что ответственности. То есть если в службе такси, когда ты звонишь по телефону, и это гораздо дороже, чем обычный Uber или обычный Яндекс, есть страховка, ты можешь судиться с этим таксопарком в случае чего и так далее, и так далее. Здесь ни за что этот агрегатор ответственности не несет. Они могут отключить водителя от системы, но водители часто мошенничают, снова к этой системе подключаются. В общем, это действительно большая проблема того, что такси слишком дешево стало стоить, и поэтому водители ведут себя как хотят, они ненавидят своих пассажиров. Мы опять переходим к вопросу, почему это должно быть моей проблемой. Если они для себя решили, что они хотят деньги зарабатывать вот так, и работать они хотят вот так, и они понимают, что им это невыгодно, причем здесь я. Почему я это все, значит, вам рассказываю? Значит, мы поехали туда более-менее нормально, хорошо. Обратно он меня забирает, он меня нашел, я ему поставила хорошую точку на карте. Я сажусь к нему в машину, это был этот UberX. И как только они, кстати, с Яндексом слились, у них стали очень такие, знаете, грязные машины, шизанутые водители. Но я вот из экономии заказала UberX, а не UberBlack. И я сажусь к нему в машину, говорю, спасибо, что вы меня нашли. Он отвечает, я старался. И потом смотрит на этот свой телефон или где у него там отсвечивается информация о приложении и говорит, что ж вы все сегодня по безналу-то ездите, что вы все так массово обеднели. Ну, и ты сидишь как обусранный, потому что, а куда тебе деваться? Ну, ты можешь сказать, все, я завершаю поездку, до свидания. За эту завершенную поездку Uber снимет с тебя там 80 рублей или сколько. Ты можешь завершить поездку, ты можешь встать обратно, вызывать другой Uber, ты можешь пойти сесть на автобус или на метро, ехать реально 12 километров. Ну, и ты просто сидишь и молчишь в этой машине, как заложник. Я никак не прокомментировала то, что он сказал, никак на это не прореагировала. Мы приехали нормально. В машине у него воняло, причем вонял это не салон, а вонял именно он самый. Часто бывает в машинах вот так вот воняет. И воняет это именно не салон, а воняет водитель. Я не знаю, что они там с собой делают, эти мужики. Они не моются, они еще что-то, носки у них колон. Они стоят или у них какие-то проблемы со здоровьем. Но это очень такой типичный запах вонючего такси. Я не знаю, что они делают со своей одеждой, что от них так несет козлом. И вся машина воняет этим козлом. UberX. Я не буду никуда писать, жаловаться вот на эту реплику. Я вам объясню, почему так происходит. Как-то летом я ездила на UberX тоже. И у меня тогда денег на карте не было, я платила наличными. И мне водитель говорит, я вас довезу туда, куда вам надо, но через вот другой район немножко. По времени это будет так же. Но вы, пожалуйста, сейчас отмените поездку. И я вас довезу потом туда, куда вам надо. Понятно, почему он это говорит. Потому что он вне системы таким образом получит полностью все деньги наличными за поездку. И ему не нужно будет отдавать долю этому агрегатору, благодаря которому он нашел вот этот маршрут. Он нашел меня как клиента, он меня сейчас повезет. Но он ничего не заплатит Uber. Ему заплачу я напрямую без Uber. Но ему очень удобно вот так вот искать клиентов. Не смотреть, когда люди голосуют на дороге. А что вот он приехал, забрал меня. Видимо, у этого такая же была бы схема. Если бы он понял, что я плачу наличными, он бы сказал, отменяйте поездку. Я вас довезу, куда вам надо, но только за наличные, чтобы я полностью себе всю эту сумму положил в карман, а не отдал бы какой-то процент агрегатору. Вот зачем они хотят наличные деньги. Но вы понимаете, это опять же не должно быть моей проблемой, почему он выбрал тот путь, по которому он сейчас идет, и тот способ зарабатывания денег, которому он сейчас эти деньги зарабатывает. Я понимаю, что да, все уронили эти Uber и Яндексы, но иди устраивайся в какой-нибудь таксопарк. Я не знаю, существует ли до сих пор это такси «Командир» или «Командор» московская, где у них очень хорошие машины, приличные водители, всегда есть чеки. Мой любимый человек своих этих коллег обычно всегда этим такси из каких-нибудь гостиниц отправлял в Шереметьево, Домодедово или во Внуково. Потому что они всегда приезжали, там все прилично, ты можешь в машине расплачиваться картой, и стоит это примерно как Uber Black. Но только это не агрегатор, это таксопарк. Ну иди туда, устраивайся, пожалуйста. Ну я здесь при чем? Я маленькая, хрупкая женщина. И вот ты вот только садишься в машину, вот эта вот вонючая козлина начинает на тебя давить. Он, конечно, ждал, что я что-то, наверное, спрошу. У меня первая такая эмоция была, ой, ну ладно, я ему сейчас отменю поездку, у меня есть там 400 рублей, я ему сейчас отдам эти 400 рублей, лишь бы он был доволен. А какого хрена? Ну я же как бы его заложник в этой машине, вы понимаете. Под Новый год я ездила тоже подарки покупать. Я ехала тогда в центр Москвы. Мне, конечно, водитель тогда тоже UberX это был, он мне все уши прожужжал о том, как это тяжело водить машину в Москве. Я знаю, я её не вожу сама, но водила, я знаю, что это очень тяжело, что теперь везде штрафы, что ему нельзя нигде парковаться, что когда пикпоинт ставит точку, где стоит клиент, клиент сам никогда не понимает, что он может встать под каким-то знаком, под которым нельзя останавливаться. И я часто таких не подбираю. Ай, как мне тяжело ездить, вы понимаете, мы сейчас поедем в такие пробки, я так много времени на это потрачу. Ну как бы с намёком на то, что вы-то мне так мало за это заплатите. Хотя тогда эта поездка стоила тысячу тридцать рублей, как-то так. Не так уж и мало, честно говоря, я бы вам заплатила. И тоже я платила с картой, это, конечно, тоже была его боль. И он мне начинает рассказывать, вот это вот не люблю. У меня есть видео «Молчи таксист». Там тоже про таксистов. Интересно, посмотрите. И вот он мне тоже начинает, что ему неудобно сейчас парковаться. Он не знает где. И такие пробки. И мы так долго будем сейчас ездить. И как ему это всё не нравится. И мы попали ещё, сука, на какое-то перекрытие дороги. И он говорит, вот какого-то чиновника везут. А может быть, говорит, президента везут. Я думаю, ой, началось. Я очень люблю президента, а он сам, скажем так, не... Как это помягче сказать? Ну, я думаю, вы уже поняли, что я хотела сказать. У него, скорее всего, вероятно, не гражданство Российской Федерации. И не типично русский имя и фамилия. Мне вообще всё равно. Но проблема-то в чём? И я говорю, ну, думаю... Я что-то попыталась сказать. И вообще с ними разговаривать очень не люблю. Но у меня тогда было хорошее настроение. И я сказала, что... Ну, ничего хорошего, когда дороги перекрывают ради того, чтобы кто-то вот так проехал, потому что пробки в связи с этим в том числе и образовываются. Я поняла, что он вообще не понял, что я сказала. Что, во-первых, он не понимает слов. Как я их складываю в предложение, он не очень понимает смысл. Он сказал, а вот вы знаете, в Казахстане то ли Казахстан, он сказал, то ли Таджикистан, то ли Азербайджан. Типа вы ещё не видели, как вот у нас президент там ездит, а вообще вы не... Я говорю, ну, видимо, как в Северной Корее. Тоже не понял. В общем, всё, я просто тогда заткнулась, я уже ждала, когда мы приедем, и слава богу, мы приехали, и давай, до свидания. Но самое, конечно, неприятное, когда я читаю вот эти случаи, о том, как людей просто выбрасывают посередине МКАДа по этим очень самым дешёвым их тарифам популярным. Одна женщина недавно писала, как ей двери заблокировали, как ей таксист укрожал, там чуть ли не до поножовщины дошло. Это довольно часто происходит. А как на чемпионате мира таксист врезался в толпу, которая стояла на светофоре и ждала. Даже непонятно, по какой причине он там не уснул, он это сделал. Непонятно, почему он это сделал. И вот эта массовая такая загруженность, и вот эти самые дешёвые тарифы, по которыми они ездят, я ими ездить боюсь. Я уже боюсь ездить UberMX после того, какой мне водитель сегодня попался. Но это, сука, очень дорого всё. И я вот думала, ехала домой с ним и думала, а ведь, наверное, было бы гораздо лучше, если бы я сама туда села и поехала хотя бы за эти сраные 12-11 километров. И мы прямо сейчас, прямо завтра не можем пойти и купить себе машину. но если я заботиться этим вопросом, да, мы по идее можем это сделать. Вот, ну, я вам рассказывала видео о машине, какая машина и всё такое. Но я реально боюсь, что она будет просто стоять. Я никуда на ней ездить не буду, потому что у меня страх водить машину появился. «Да, инструктор, это всё хорошо, и, может быть, мне помогут с ним занятия, а если нет?» И я своему любимому человеку говорю вот в эти выходные. Я говорю, «Слушай, а если она будет стоять? Если я вот просто опять возьму и не буду ездить?» «Даже если она будет абсолютно технически исправная, да, вот не как то, что у меня было, что меня, в общем-то, вероятно, в этот страх изогнало. Но он сказал, «Ну, если она будет стоять, я буду тогда на ней ездить по выходным. Буду ездить на служебной машине, когда надо, а по выходным буду ездить на ней я. Он говорит, «Я хочу, чтобы у нас была машина в семье». «Ну, хорошо. Я, в общем-то, тоже хочу, я хочу ее водить. Но если бы я водила, вот как этот мужик, который сегодня приехал, понимаете? Вот просто вот, не то, чтобы он похуй пляшем водил, он просто уверенно вел автомобиль. Ну, нормально. Вот я тоже просто вот, ну, нормально хочу водить автомобиль. А вот нормально вот я не могу. Вот этот мой весь невротизм, этот поганый, который вот нереально жить мешает. Вот этот мой невротизм. Кстати, про невротизм. Ой, вот это вот видео про астению, которое я сняла, и про то, как я ходила к психоневрологу. Психоневрологу. Я, кстати, вот сейчас, знаете, думаю, что не имеет права этот специалист ставить диагноз, который мне поставил. Всю эту депрессию и невротическое тревожное расстройство и так далее. Да, невротики я, да, но может быть, все-таки я не настолько плоха, чтобы мне горстями пить антидепрессанты, как он мне их тогда прописал. Туда приходит очень много людей. Много, немало, но часто мне пишут люди куда-то в личные сообщения про астению. Иногда я отвечаю, иногда и не отвечаю, потому что... Ну, почему я не отвечаю? Мне нечего сказать больше, кроме того, что я там сказала. Боритесь, все будет хорошо, я не знаю. Я не то, чтобы это состояние поборола, но мне слегка получше стало, потому что я стараюсь отслеживать свои... Все-таки у меня нет суицидальных мыслей, я не хочу выйти в окно, я не хочу намылить себе веревку, и очень сильно мое состояние зависит, во-первых, от моего состояния физического здоровья и от того, что вокруг происходит. Да, может быть, это тоже неправильно и на кого-то это так не действует, но мне все-таки кажется, что у меня есть какие-то данные от природы, и если более-менее вокруг все нормально, я как-то я с этим справляюсь, не идеально, но хоть как-то чего-то я себя и сейчас лучше чувствую, чем тогда, когда я снимала это видео. Вдруг приходят люди, видимо, в стадии обострения или еще какие-то. Недавно мне пришел огромный вот такой вот комментарий к обслокам, я его сохранила для истории, сейчас я посмотрю, если он у меня сохранился, я сделала скриншот этого комментария, потому что это эпичненько, да, нет, не то, не то, не то, короче, нет, в общем, если вам интересно, идите его посмотрите, он там последний висит, неинтересный, я расскажу, к обслокам, значит, приходит комментарий, размером больше даже, чем мне писала это обиженный консультант одной из парфюмерных сетей, да, вот такой вот на экран, соберись, так, все нормально, пей вот это, пей вот то, вот это, делай это, делай то, но он так комично был написан, явно неуравновешенным тоже, человеком, который вот не в себе находится в тот момент, когда он пишет этой серии, а судьи кто, ну это смешно было, он абсолютно фееричный, этот комментарий, вот для коллекции, я его прям сохранила, вот примерно такого склада, люди туда приходят, ну не все есть адекватные, но часто очень неадекватные, а один вообще такой смешной был, ну просто невероятный, значит, приходит мужик, пишет тоже длинный комментарий, говорит, я вас так понимаю, вот я вам хочу, я вам хочу помочь, там я вас так понимаю, ля-ля-ля-ля-ля, у меня вот это, вот это, вот это, я вас так понимаю, я вам хочу помочь, я это читаю, своего любимого человека, он говорит, да, помочь, он хочет тебе задонатить, потому что такая прекрасная, и снимаешь им тут телепередачи, я говорю, нет, я вам говорит, так хочу помочь, дальше, я понимаю, говорит, что антидепрессанты пить не очень хочется, страшно, но вы понимаете, что у вас это как рак вот вы бы вот у вас выбор типа рак или антидепрессанта мне сказал вот рак или антидепрессанты поэтому идите лечитесь иначе вы умрете а вообще это говорит я очень много я прошел через это же самое я очень многим людям помог я вот написал вот это вот дальше ссылка на какое-то хуй знает что пикабуш мукабу не знаю чуть такое какая-то помойка в общем где пишут графоман и нам уже я перехожу по этой ссылке и там короче графоматский вопрос о том вот как он дошел до жизни такое что рак или антидепрессанта выбирает антидепрессанты и вот он весь такой очень чувствительный я говорю нет он не хочет мне помочь в связи с тем что снимаю свои телепередачи он говорю хочет как раз себя прорекламировать ладно бы он один такой был приходит еще тоже люди кого-то я забанила на кого-то я уже просто внимания не обращаю китая комментарии удалила какие-то не удаляла ну просто когда приходят комментарии под видео уже знаете которым больше чем полгода ты уже не реагируешь практически на это ты просто смотришь уведомление думаешь ну и насрать и выключаешь и забываешь тут же она пишет женщина тоже вот я вас очень понимаю не все с этого начинаешь они меня очень понимают и вот говорит вам вот вот посмотрите вот у меня есть группа вконтакте вот в моей группе вконтакте вам помогут или и и вот этих вот посмотрите тоже ссылки на каких-то этих авторов каких-то терапевтов в ютьюбе ты знаю я всех этих терапевтов ютьюбе всех этих вероник степановых и так далее и так далее я понимаю зачем они это делают они там обозначают тебе проблему а потом они хотят что ты написала и сказала ой пожалуйста вот у меня такая проблема в ее так классно описали и я готова вам отнести свои деньги позаниматься с вами по скайпу я понимаю что это все реклама плюс конечно этот пост собирает людей которые в данный момент находится совершенно не в адекватном состоянии очень забавно наблюдать за этим я и не обесцениваю их страдания нет ни в коем случае но часто через то как человек пишет ты можешь проследить уровень его образование интеллекта жизненного опыта и это кстати вот опять же касается того комментария консультанта он написан совершенно фееричным языком русским но я когда такое читаю если я в хорошем настроении я думаю ну что же есть ведь заболевание которое называется дислексия и лояльнее мягче нужно быть к людям лояльнее мягче вот по поводу сервиса еще кстати ой мой любимый человек уже где-то год почти скоро ходит в спортзал мне все равно в каком он весе я его люблю любого но ему не все равно в каком он весе и раз ему не все равно он зарабатывает деньги на то чтобы ходить этот вес сбрасывать не просто самостоятельно но и плавает заниматься с тренером по плаванию заниматься с тренером фитнесу и так далее и так далее он как и я любит комфорт он выбирал между несколькими спорт клубами здесь в наших окрестностях в москве выбрал один самый приличный наверное одну из самых приличных сетей и у них всего два клуба в москве и он реально ну хороший я там была по гостевому по школьному проездному дайте все которые там пишут они все конечно по школьному проездному вот в этих комментариях я выбрала что выбрал нет я была вместе с ним несколько раз гостевому пропуску но все меня агитирует давай говорит это купим тебе тоже туда абонемент я говорю мне не надо я пока растяжкой занимаюсь я не хочу на это тратить деньги бюджет наш не резиновый и как я говорю туда буду ездить на автобусе ездить туда не хочу машины у меня сейчас нет на своей тонн к короче короче мне пока не надо и один здесь в москве а другой другой 2 абонемент у него есть в том городе где находится один из офисов компании в которую работает потому что в том городе который входит я так вам скажу в состав золотого кольца он там проводит уже какое-то количество времени в неделю или в месяц зависит от его графика и ему тоже надо чтобы там тоже был спортклуб чтобы он там мог по дорожке походить или поплавать и так далее я к чему все это говорю закурю сейчас я это говорю все к тому что вот в том клубе который в другом городе есть услуга платная естественно массажист массажист который по ценам вот того самого города берет конечно какие-то бешеные деньги за свой прием это не просто массаж это триггерный массаж то есть он никакой не расслабляющие это триггеры которые в мышцах существуют практически у всех но кому-то они проблемы доставляют кому-то не доставляют они в латентном спящем состоянии находятся и вот мой любимый человек пошел значит на этот массаж каждый прием ты платишь независимо от того есть этом абонемент или нет если абонемента нет ты туда вообще не попадаешь а если есть абонемент то ты просто туда платишь их массажисту один раз ходил второй раз ходил вроде все хорошо от триггерный массаж он очень неприятно он болезненный потому что вот эти уплотнения мышц которые от неправильной нагрузки развиваются от стресса в мышцах их надо разбивать иначе бывает так не у всех так но бывает что со временем из-за них начинает болеть спина руки ноги и тогда мышца должна быть растянутой эластичная здоровая а триггер это такое вот заболевание мышц и уходит на это триггерный массаж один-два раза все нормально на третий раз или там на пятый на седьмой я не знаю кучу денег уже этому массажисту короче отдал приходит и очень уж болезненно но это реально больно после этого даже синяки могут оставаться и говорит слушайте очень больно вот давайте вот помягче да нет нет не больно все нормально нет больно очень мне здесь больно у меня тут вот боль и этот такой массажист как-то он как-то вот мне больно говорит мой любимый человек вам-то тоже наверное было больно если вы себе такое делаете а этот я себя до такого не довожу как вы думаете после этой фразы пошел ли мой любимый человек нему еще раз вот как вы думаете а у него такие планы были на этом массажиста давай говорит в новогодние праздники по гостевому опять же этому в тот уже клуб мы с тобой вместе сходим сходишь к этому мужику на массаж себя запишем в руке тоже надо мне-то надо скорее всего но я вообще в тот город 10 не очень люблю к сожалению и это было как раз накануне нового года естественно мы никуда не поехали он больше к этому массажисту пока не ходит не пошел никуда там жаловаться там по другому поводу он ходил когда грязные полотенца и волосы за бешеные деньги для того города валялись на полу и в раздевалке воняло мочой кстати после обращения прекратила вонять мочой конечно надо было бы пожаловаться послушайте ну не на ну не хочется все время жить как на войне то блять и ходите везде жаловаться он меняете вынудили парфюмерной сети ну я уже ему позвонила так люди просто прекращают пользоваться услугами чего-то просто молча потому что ну не никто не хочет за свои деньги еще бегать куда-то жаловаться вот такая вот тоже история я говорит себя до такого не довожу ну иди нахуй туда других других тогда вот это вот ну вот так я надеюсь я вас повеселила мне написали что я для кого-то неизменный компаньон за завтраком вот я надеюсь что ваш завтрак удался да по поводу значит сходила я все фару сегодня в том числе выдавали они в честь святого дня валентина вот такие пакеты бесплатная а в пакете я вам его наверно не открою или открою аккуратно вот зря я заклеила хотела вам показать аккуратно да да а в пакете у нас все то о чем мы так долго мечтали вот это эстелаудер perfectly clean идеальный для комбинированной кожи маленький как просили маленький еще один такой же маленький потому что не очень быстро кончаются и здесь они них много вот этого вот нет мелкого всего здесь набор адвансная 3p ай крем для глаз потому что тот уже у нас кажется закончился а он такой или что это вообще так адвансная 3p ай синхрон из рикавали курика варик комплекс да это тоже самое здесь здесь еще консилер консилер в оттенке 0 2 light light посмотрим я его скорее всего конечно себе заберу и даже если он будет слишком темный меня лиза элдридж кстати из блогеров которых я смотрю она меня научила вот что делать лиза элдридж это один очень известный английский бьюти блогеры и визажист и вообще она значит так говорит если говорит у вас такой прыщ огромный который скорее всего даже ну как-то гнойные головки у которого даже не будет да он вот просто будут вот набухать а потом спрюснется обратно и все как ритву надо замазывать если вы его замажете светлым консилером то у вас соответственно он будет еще больше потому что вы высветлите этот прыщ огромный он чуть сильнее вот так вот у вас полезет рога на середину надо нанести консилер вот на эту вот выпуклую красную середину консилер который чуть не чуть даже темнее вашей кожи чтобы не было вот этого эффекта выпухание увеличение чтобы он не поддавался у вас вперед да как вот эти вот скулы местах с хайлайтером а вот внизу там где он тень бросают вот это вот вы тогда светлым консилером замазываете то есть вокруг него там где он бросает тень вот это место вы высветляете а вот сверху более темный оттенок должен быть нанесен у меня как бы редко такие ситуации случаются с кожей но бывает вот именно то что она написала какая херня взбухнет которая даже извините меня не разродиться ничем да они просто потом задуются обратно и вот она торчит а действительно если светлым консилером замазать будет рок торчать светлого цвета тут горит темный на середину вокруг светлый и все это припудривайте матовой пудрой чтобы тоже не светило и никаких хайлайтера ничего туда сверху вас не надо так что даже если он темный а если не темный тоже очень хорошо и ладно все в хозяйстве пригодится ладно с днем святого валентина вас пока